Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги прошедшего года в нефтегазовом секторе страны. У нас в гостях Бахтиар Асламбелий, вице-президент BP Азербайджан, компания, которая выступает оператором крупнейших энергетических проектов, реализуемых в стране. Здравствуйте, Бахтиар Асламбелий. Добрый день. И первый вопрос такой. Каким был ушедший год для нефтегазового сектора Азербайджан? 2017 год был достаточно удачным, продуктивным и плодотворным для энергетического сектора в целом и для компании БПИ в частности. В тех проектах, где мы являемся операторами, все задачи поставлены перед нами правительством, СОКАРом, мы фактически были выполнены. Вдобавок, в 2017 году был заключен контракт нового века, продление контракта по АЧГ, работы по Южно-Газовому коридору продолжались достаточно успешно. Страна праздновала двухмиллиардный тонн азербайджанской нефти. У нас были продвижения по другим направлениям тоже. То есть, в целом и для БПИ, и для энергетического сектора год был достаточно удачным. Хотелось бы остановиться на самом важном и крупном проекте. Это Южный газовый коридор. Что удалось сделать за прошедший год? На каком этапе сейчас работы? И что планируется делать в году текущем? Как вы знаете, Южно-Газовый коридор состоит из нескольких компонентов. И БПИ является оператором нескольких основных компонентов Южно-Газового коридора, проекта Южно-Газового коридора. Это установка платформ на Каспийском море, бурение Башар-Денис-2, это расширение Сангачарского терминала и расширение Южно-Кавказского трубопровода. По всем этим компонентам работа фактически уже завершена. Платформа полностью установлена, как нижняя часть, так и верхняя часть. Она готова к эксплуатации уже в 2018 году. В Чашар-Денис-2 Сангачарского терминала там тоже строительные работы завершены. И уже в январе-феврале 2018 года мы ожидаем тестирования тех установок, которые были установлены в терминале. А что касается Южно-Кавказского трубопровода там и в Азербайджане, и в Грузии, все строительные работы фактически завершены. И система готова к запуску первого газа Шар-Денис-2 и готова к тому, чтобы начать транспортировку первого газа в Турцию уже в середине 2018 года. Еще одно событие, которое можно назвать очень важным, это подписание так называемого нового контракта века по разработке блока нефтегазовых месторождений Азари-Чарагина шли в азербайджанском секторе Каспийского моря. Еще раз, как компания BP оценивает подписание этого соглашения? Какие выгоды оно принесет Азербайджану и компании BP? Естественно, подписание нового контракта продления нашего сотрудничества с ОКР и правительством до конца 2049 года очень высоко оценивается компанией BP. Мы очень рады, что у нас появилась возможность продолжать наше сотрудничество, наше достаточно плодотворное сотрудничество как со страной, как с правительством, так и с ОКР. В течение следующих 32 лет планируется инвестировать около в районе 40 миллиардов долларов в месторождение АЧГ. Планируется добыча примерно 3 миллиардов баррелей нефти. Как вы знаете, за прошедший период, первая добыча была в 90-м году, в неябре 90-м года, и с тех пор мы добыли с АЧГ где-то 3,2 миллиарда баррелей. То есть факт того, что еще 3 миллиарда, например, есть возможность добыть столько же объема нефти до конца контрактного периода, означает, что АЧГ еще несколько десятилетий будет достаточно актуальным и серьезным месторождением как для Азербайджана, так и для BP и так в целом энергетического рынка в регионе. Чего удалось добиться за прошедший год по другим проектам, которые BP реализуют совместно с Азербайджаном? Совершенно правильно отметили, что помимо АЧГ и Шагданис у нас также есть несколько других проектов, по которым очень близко сотрудничаем с СОКАРом. Один из таких проектов является так называемый СОП, это низководная часть Абшаронского полуострова. Там сейсмические работы завершены и мы надеемся на часть операционной работы к концу 2018 года. Это низководная часть вблизи Абшаронского полуострова. Мы ожидаем найти там определенные запасы нефти. Чем данное месторождение, данный проект интересен? Тем, что тут капитальные затраты ожидаются быть очень низкими из-за низководной части моря. Соответственно, ожидаемая маржа от продажи нефти как для государств, так и для BP должно быть более успешным. Другой проект это Д-230, по которому у нас есть меморандум взаимопонимания с СОКАРом. И мы надеемся завершить наши переговоры о подписании полномасштабного соглашения о разделе добычи уже в начале 2018 года. Естественно, третий потенциальный проект это Шафагасиман, по которому соглашение о разделе добычи уже давно подписано. И где мы сейсмические работы тоже завершили. И мы думаем наверняка начать работу по бурению уже в 2019 году. То есть, если взять в общих проектах в целом, где BP является оператором, у нас интересы доходят далеко за рамки АЧГ и ШАДНС. И в те следующие несколько десятилетий, которые компания надеется пробыть в Азербайджане, оперировать главный проект в Азербайджане, мы надеемся, что в течение этого периода мы также удачно завершим и будем продолжать работу по другим месторождениям тоже. Помимо энергетических проектов BP реагирует в Азербайджане еще проекты социальные. Вот по этому направлению чего удалось достичь за прошедший год? Совершенно правильно. Помимо нашей операционной деятельности, мы также пытаемся реализовать достаточно широкомасштабные проекты по социальным инвестициям и не ограничивать проекты с корпоративной социальной ответственностью. В этом направлении нашим приоритетом остается образование и помощь среднему и малому бизнесу, особенно в сфере сельского хозяйства. Также реализуем определенные проекты по защите окружающей среды, также определенные проекты по агитации богатого культурного наследия страны, а также поддержка Национального олимпийского комитета и Паралимпийского комитета. То есть данные проекты будут продолжаться в 2018 году, и мы очень надеемся, что помимо нашей операционной деятельности, помимо нашего вклада в нефтегазовый сектор, мы сможем так запомниться своими вкладами в высшеперечисленные социальные сферы тоже. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был вице-президент компании BP Азербайджан Бахтиярас Ламбели. Паралимпийский комитет